В эфире Народного телевидения Хибины программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте! История, которая получила большой резонанс и прошла по всем новостным лентам региона. В пятницу вечером апатитские спасатели пришли на помощь маленькому ребенку. Все подробности узнаете прямо сейчас. 21 июля жители дома номер 29 по улице Строителей в Апатитах забили тревогу. Люди заметили, что на подоконнике первого этажа сидит малыш. Само окно при этом было открыто, и мальчик в любой момент мог вывалиться наружу. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы. К дому выдвинулись спасатели, медики и полицейские. Было принято по штурмовой лестнице забраться на окно. Мы оттуда сняли ребенка и посадили в нашу служебную машину. После чего мы проболились внутрь квартиры и обнаружили там еще двое маленьких детей. По словам соседей, семья переехала в этот дом недавно, после того, как в их квартире в Старых Апатитах случился пожар. По предварительным данным, мама детей отлучилась в магазин, чтобы купить необходимые в хозяйстве вещи. А дети друг за другом не уследили. Вся информация о случившемся была передана инспектором по делам несовершеннолетних МВД. Помощь медиков в этой ситуации, к счастью, никому не потребовалась. Одни люди устанавливают на улицах Апатитов умные автобусные остановки, а другие люди эти самые остановки ломают. Ответа на вопрос, что делать, у нас нет. А вот ответы на вопросы, кто виноват и как это произошло, есть. Сейчас на Апатитских улицах смонтировано 8 умных остановок общественного транспорта. Еще два таких же павильона появятся в городе в ближайшее время. Одна из остановок, та, что расположена у стоматологической поликлиники, пострадала от посторонних уже дважды. В первый раз стекло высадили мечом, во всей видимости, нечаянно и без злого умысла. А вот во второй раз поступок явно был умышленным. На видеозаписи видно, что удар ногой по стеклу нанес мужчина, пребывавший не в лучшем расположении духа. Он крутил в руках какой-то пакетик, попытался погладить пробегавшую мимо собаку, а потом встал и ушел, пнув перед этим стекло. Управление в полицию заявление направило. Сейчас изучаются материалы видеосъемки. По результатам будут приняты, видимо, административные какие-то решения. Новое витринное стекло для остановки уже заказали. После того, как оно прибудет в Апатиты, павильон приведут в порядок. Главное, чтобы в отремонтированном виде он продержался подольше. В Апатитском районе на трассе Кола потерпел крушение тягач с полуприцепом. Водитель-длиннобойщик на собственном опыте убедился, неравнодушие северян – это не миф, а реальность. Авария произошла ночью 20 июля на 1220-м километре трассы Кола. По словам водителя, в дороге он задремал, потерял управление и фура с полуприцепом съехала с проезжей части в кювет. На место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД и оформили все необходимые документы. А мужчина остался ждать техпомощь. Однако в течение следующего дня проезжавшие мимо автомобилисты еще несколько раз сообщали в экстренные службы о той же самой аварии. Акцентируя внимание на том, что мужчине в кабине тягача стало плохо. На самом же деле водитель мирно спал, ожидая прибытия эвакуатора, способного вытащить на дорогу такую махину. Повторный визит представителей оперативных ведомств мужчинам изрядно удивил. И в финале нашей программы небольшая подборка записей, сделанных с помощью автомобильных видеорегистраторов. Эти ролики убедительно доказывают, при езде по Апатитским улицам нужно смотреть в оба. Ролик первый. Водитель автомобиля с регистратором стартует на зеленый сигнал светофора и с удивлением обнаруживает машину, подпирающую его справа. Все бы ничего, да только та полоса предназначена для поворота направо, на улицу космонавтов. Ехать прямо по ней нельзя. Однако настырного конкурента ни знаки, ни разметка не смущают. Буквально через 40 минут все тот же водитель становится очевидцем еще одного аналогичного маневра, на этот раз совсем уж удивительного. Лихой пилот микроавтобуса в такой же ситуации объезжает справа легковушку, вот только еще и делает это на запрещающий сигнал светофора. Как говорится, красный наш, зеленый общий. Ну а на улице Пушкина водитель автомобиля с регистратором едва не столкнулся с машиной такси, выскочившей ему на перерез. Нажав на педаль тормоза, он успел избежать ДТП, но эмоций после этой встречи наверняка осталось много. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасны для жизни» подошел к концу. Смотрите нас в эфире Народного телевидения «Хибина» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. Продолжение следует...